Джим Керри наконец может задохнуть с облегчением. Суд Лос-Анджелеса признал голливудского актера непричастным к смерти его бывшей подруги Катрионы Уайт. Пара начала встречаться еще в 2012 году. В сентябре 2015 Катриона скончалась от передозировки обезболивающими препаратами. Родители обвинили во всем актера, заявив, что именно он поставлял их дочери таблетки. Теперь о других новостях. Компания Nintendo и киностудия Illumination Entertainment, создавшая такие мультфильмы, как «Миньоны» и «Гадкий я», объявили о начале работы над полнометражной анимацией о герое одноименной компьютерной игры «Марио». Продюсером фильма выступит Сигеро Миямото, гейм-дизайнер, в свое время придумавший смешной персонаж итальянского водопроводчика. Подробности проекта, даты выхода, имена актеров, которые будут озвучивать героев, пока не разглашаются. Знаменитую картину Пабло Пикассо «Золотая муза» – портрет возлюбленной художника Марии Терезы продадут на аукционе «Сотбис». Стартовая цена лота – 50 миллионов долларов. «Золотую музу» покажут ценителям Пикассо в Гонконге и Нью-Йорке, а затем 28 февраля пустят с молотка в Лондоне. Интерес к работе мастера подогревается тем, что такого уровня произведения художника на рынке не появлялись уже несколько лет. В сети появился трейлер нового супергеройского блокбастера от Marvel «Человек, муравей и оса» – сиквела картины 2015 года. В фильме сыграли Эванджелин Ли Ли, Пол Ратт, Майкл Дуглас, Мишель Пфайфер, Лоуренс Фишборн и другие актеры. Главному герою вновь предстоит спасать мир. Вот только эта задача осложняется тем, что за Человеком-муравьем теперь охотится ФБР и некий таинственный призрак, который умеет проходить сквозь стены. Премьера фильма запланирована на 4 июля этого года. Дайан Лейн и Грег Киннер присоединились к актерскому составу шестого и последнего сезона популярного сериала «Карточный домик». Netflix возобновил съемки фильма после трехмесячного перерыва. Сериал будет завершен сокращенным сезоном – 8 серий вместо обычных 13. И без участия прежнего исполнителя главной роли Кевина Спейси, обвиненного в сексуальных домогательствах. Продолжение следует...